Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Вчера на сайте Лидрац состоялся очередной турнир месяца по русским шашкам. Победу в этом турнире одержал мастер спорта из города Ярославль Иван Смурков, а мне посчастливилось занять третье место. Ну и сегодня я хочу вам показать две техничные партии, которые мне вчера удалось сыграть. Первая партия с шашистом под ником Хелл Фрекст. Белая А3 летит на А5, черная Б6 летит на Б4. Белые сделали ход Ж4. Ну и здесь лучшее продолжение за черных уйти на поле А3, чтобы не давать нападения на эту шашку. Здесь лучший ход за белых АЖ3, но мой соперник пошел в СД4. Это дает возможность черным поставить так называемый колб. Резко нападаем ДЕ5 и у белых нет ничего лучшее, как только закрыться БЦ3. Я тут же ставлю колб. Соперник еще продолжает давление, играет АБ2, лучший ход в этой позиции. И мне надо меняться срочно, другого нет. Лучшего нет. Соперник нападает. И здесь можно было сразу же сыграть, допустим, ЕД6 и потом ДЕ5. Но чутьем я понял, что лучший план заключается в том, чтобы сперва развить отсталую шашку Х8. Белые снова нападают. И видите, у белых два нападения на шашку Х4, а у меня только одна защита осталась. Но здесь черных выручает так называемый удар по затылку. То есть играем ЕД6. То есть видите, у шашки Х4 была косвенная защита. И после разменов возникает примерно равная позиция. Соперник сыграл БЦ3. И здесь я увидел, что могу подстроить ловушку. Играю ДЕ7. Соперник правильно пошел ДЕ3. А вот ход СД4 уже проигрывал. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Простенькая, но симпатичная комбинация. Играем АБ2, затем ХЖ5. Пропускаем соперника в дамки и наносим сами удар на поле С1 с выигрышем. Соперник увидел этот удар и правильно пошел ДЕ3. Я играю ЕФ6. Соперник играет ЕФ2. Но здесь, наверное, лучше было играть ХЖ3. Примерно равная позиция. ЕФ2 уже, мне кажется, не точность. И здесь я нашел блестящий план. ХЖ5. Что хотят черные? В партии белые не смогли справиться с защитой и проиграли. Задумка моя заключается в следующем. Допустим, на ход ФЖ3 я неожиданно играю АЖ7. И сопернику ничего не дает удар ЦБ2. Так как после удара я просто ставлю дамку на поле А1. И видите, возникает так называемое противостояние белый и черный дамок. Или столбняк. Ну и после АЖ3 можно и ЦД6 выиграть, а можно выиграть красиво. Играем ЦБ6, меняемся. Ну и на ход ЖФ4 играем скромно ДЦ5. И видите, если сюда пойдут белые, тогда дамка уже ловится. И черные побеждают. А если белые сами ловят черную дамку, тогда скромно бьем. И снова белая дамка попадает в петлю. Такой техничный выигрыш. Поэтому мой соперник здесь сыграл ЦД4 с угрозой сыграть ДЕ5. Ну и я уже скромно играю ЖФ6. Приходится сопернику проводить удар. Ну здесь у черных простой выигрыш. То есть пропускаем белых дамки. Тут же их ловим. Ну и партия очень быстро заканчивается выигрышем в черных. Так и было в партии. Здесь соперник сдался. Еще был возможен вариант в этой позиции. То есть пожертвовать шашку. Ходом АБ6. Тогда бы я побил на поле А5. И здесь у черных выигрыш. То есть я успел в партии рассчитать на ход ЖФ4. Играем ФЕ5. И видите, как бы белые не побили, они везде проигрывают. Если они бьют в эту сторону. Ну надо проводить комбинацию, иначе белые останутся без шашки. Ну комбинация здесь быстро проигрывает. Ловим дамку белых. И празднуем победу. Первый вариант. А второй вариант, если белые побьют в эту сторону. Тогда играем АБ6. Затем БЦ5. Ну как бы белые не побили. Мы снова остаемся с лишней шашкой. И легко побеждаем. Вот такая техничная партия. Вторая партия была с шашистом СДЕФЖ. Вот такой ник необычный. Он занял второе место. Выпала вот такая вот ходилка. То есть СД4 ФЖ5. ДЦ3 БА5. Прошу прощения. СД4 ФЖ5. ДЦ3 ЖХ4. ЦБ4. Ход черный. Естественно, сразу же атакуем левый фланг белых. Ну и у белых лучший план разменяться вот таким образом. ДЦ5. Дальше. Ну атаковать сразу же бессмысленно ходом СД6. Лучше всего сыграть ЖФ6. АБ2. ФЖ5. БА3. Обе стороны развивают свои сильные левые фланги. Здесь я сыграл СБ6. И мой соперник сыграл СБ2. Я играю ДЦ7. И здесь соперник начинает строить коварные ловушки. Он играет АБ4. Ошеломняющий ход. Но, тем не менее, он здесь возможен. Видите, хода БА5 здесь нет. Потому что белые проведут комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют БА3. Отдают две шашки. Затем ЕФ4. И прорываются в дамки с выигрышем. Вот такую ловушку подстроил мне мой соперник. Я, к счастью, увидел эту ловушку и не попался в нее. Аж Ж7 сыграл. Соперник играет ЖФ4. Здесь уже очень хочется сыграть БА5. Но снова этого делать нельзя. Потому что белые здесь снова проводят комбинацию. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют ФЕ5. Пропускают черных в дамки. Затем сами прорываются в дамки ходом СД6. Черные рубят шашку. И здесь белые вот так технично ловят в дамку соперника с выигрышем. Я тоже заметил эту ловушку за белых. И снова не нападаю БА5. Играю правильно. ЖФ6. Соперник играет БА3. В третий раз уже нельзя нападать БА5. Потому что здесь простой выигрыш. То есть играем сюда. Побили. 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 Ну и здесь получается снова комбинация у черных. Вернее у белых. Также можете поставить видео на паузу. То есть белым проще всего отдать шашку. Затем еще одну. Ну и как бы черные не били. Здесь белые проигрывают. Например так. Так. Ну и происходит полный разгром позиций черных. Я снова увидел эту ловушку. И правильно играю ЕД6. С разменом назад. Получаю уже устойчивую позицию. Ну и здесь партия быстро приходит к ничейному окончанию. ДЦ5. Разменялись белые. Бой. Бой. Я играю ЦБ6. Ну надо напасть разок белым. ФЕ7 разменялись. Белые тоже разменялись. ХЖ3. ХЖ5. ЕФ2. БЦ7. Все форсировано. ФЖ3 напали. ЖФ4 отошли. ЦД6. Ну и здесь партия должна была завершиться ничей. АБ4. Б5. ДЕ5. Бой. Бой. ЦБ2. ЦБ8. Здесь я в цейтноте у соперника было 27 секунд. У меня 21. Совершил критическую ошибку. Поставил дамку на поле А1. Ну и соперник наконец-то поймал меня в ловушку. То есть три ловушки я обошел. Четвертую как говорится не смог увидеть. И здесь можете также поставить видео на паузу и попытаться найти удар за белых. Он не сложный. ФЖ5. То есть видите. Белые ставят так называемый шлагбаум. Ограничение для дамки. И затем дамка тут же ловится. ДЕ5. И здесь мне пришлось сдаться. Очень я расстроился после этой партии. Потому что здесь была простая ничья. Можно было просто поставить дамку на Ц1. Ну и допустим. Можно таким образом форсировать ничью за белых. ЦБ6. ФЕ5. Побили. Побили. Ну и белые захватывают большую дорогу с ничьей. Вот такие две техничные партии. Вчера сыграл. Одну проиграл. Одну выиграл. Но тем не менее. Есть что показать. Если вам понравилось данное видео. Пожалуйста поддержите мое творчество. Большим пальцем. Вверх. И подпиской. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно. Отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать. Только на шахматной и шашечной досках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова